Привет, я Сергей. И возвращаясь к вопросу успеха, хочу поговорить с вами о том, что в моем понимании есть успех. В последнее время большое количество людей обращаются ко мне, спрашивая, Сергей, ну что есть успех? Вот мы читаем книги, ходим на тренинги, и наша жизнь не особенным образом изменилась. Мы хотим быть успешными, но не понимаем, что на самом деле кроется за словом успех. И я по этому поводу решил помочь тем, кого интересует, разобраться с этим вопросом, решил объяснять это просто через две метафоры. Первая метафора это такой простой анекдот. Но представьте, например, вопрос к вам. Кто более успешный? Тот, у кого 6 детей, или тот, у кого 6 миллионов долларов? Я даю вам время подумать. Как вы думаете, кто более успешный? Тот, у кого 6 детей, или тот, у кого 6 миллионов долларов? Ответ очевидный и очень простой. Успешней тот, у кого 6 детей. Вы спросите меня, почему? Потому что тот, у кого 6 миллионов долларов, тому еще хочется. И вопрос успеха, это вопрос нашего отношения к результату в сегодняшнем дне. Как это можно объяснить еще по-другому? У меня есть другая притча. Представьте, например, два человека, которые живут по соседству на одной лестничной площадке, и они знают друг друга с детства. В один прекрасный момент получают некоторую идею. Идею, как изменить свою жизнь, как сделать ее новой, это бизнес-идея. И они одновременно начинают заниматься вместе похожим бизнесом. А одинаковый бизнес. Они живут рядом, тратят на это одинаковое количество времени, занимаются этим изо всех сил. И когда проходит год, они встречаются в ресторане, чтобы подвести итог этого года. И оказывается, что один из них заработал за год 30 тысяч долларов. Ну, вероятно, 30 тысяч долларов, это не такая уж плохая сумма за год. Второй заработал 3 миллиона долларов. Один 30 тысяч, второй 3 миллиона. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, кто ситуативно из них чувствует себя более успешным? Ну, наверняка тот, кто заработал 3 миллиона, правда ведь? Почему? Вы скажете, ну, возможно, это не так. Тогда я вам проиллюстрирую, что возможно, это так. В конце, когда принесут счет, тот, у кого 3 миллиона, скажет, малыш, расслабься, я заплачу. Он чувствует себя успешным. А теперь представьте такую ситуацию. Пройдет еще 3 месяца. И они продолжают заниматься тем же самым. И тот, у кого было 30 тысяч, за 3 месяца зарабатывает еще 30. У него становится 60. Тот, у кого 3 миллиона, за 3 месяца теряет 2. У него остается миллион. Они встречаются в ресторане. Как по-вашему? Кто сейчас чувствует себя более успешным? Конечно же, тот, у кого 60. Почему? Он удвоился. Он в восторге. Его прет от жизни. Он говорит, да, победа. Тот, у кого было 3 миллиона и остался один. В абсолютных цифрах больше, чем в 10 раз богаче того, у кого 60. Но с точки зрения отношения, он думает, жизнь дала трещина. Все плохо. У меня остался всего лишь нуля. Поэтому успех в первую очередь, это наше отношение к результату в сегодняшнем дне. Как только вы измените свое отношение, изменится ваша жизнь. Как только вы поймете, что единственное, что может сделать вас неуспешным, это ваш внутренний выбор, в котором вы начнете чувствовать себя неудачником, несостоявшимся. Человеком, который не понимает, чем он точно занимается. Не видит ясно своей цели. Не осознает полноты и ответственности своего выбора. Тогда вы проиграете. Успешный человек, он знает, что поражение или проблема или потеря, это всего лишь урок, из которого он вырастает в новое. Он становится сильнее, могущественнее, опытнее и идет по пути, продолжая двигаться вперед. Большое вам спасибо за то, что вы потратили время и поговорили со мной. Я вас жду. Сергей.